Братья и сестры, там говорится, чтим образ твой святый, им же точишь и исцеление. Всем верой притекающим. Значит, редкий случай, когда можно поклониться и облобызать оригинал, тот самый образ. Потому что если вы захотите облобызать, например, Иверскую икону, надо будет списки лоббизать. Вот хотя бы здесь, в Эконостасии или где. Потому что Иверская на Афоне, туда не всякий поедет. Женщина вообще не поедет, а мужчина не каждый сможет. А Владимирская где? Под носом. А ведь есть же люди, которые там не были никогда. А прожили уже в Москве, может быть, кто-то несколько лет, кто-то родился здесь. Толмачев переулок, вход через Третьяковскую галерею, в Храм Божий, Николаевский храм в Толмачах, к образу Владимирской Божьей Матери. Надо пойти, кто не был, надо пойти. Особенно пойти на службу. И вообще, я лично думаю, что там должно быть постоянно столпотворение людей. Должна быть постоянно очередь туда, очередь, очередь туда людей. Такая хвостом на улицу. Люди шли, шли, шли. Там кланились, читали, молебный канон пели, шептали какие-то свои просьбы, свои благодарения Божьей Матери. Там находится сама она, ее причудный образ, который в конце XIV века перенесли из Владимира окрестным ходом в Москву, на Сретенской улицу, там, где встречали москвичи образ Божьей Матери. Есть праздник Сретения, это встреча в Храме Иерусалимском. Это не то Сретение. А здесь была встреча иконы Божьей Матери, когда народу висела душа на волоске. Когда Тимирлан шел, там, этот хромой Аму-Тимир, как его там, значит, Тимир, да, великий хромец, когда он шел, он заставлял за собой пожарищи и пепелища, там, значит, только курганы отрубленных голов, никого не щадил. Ушел к Москве, к этой деревянной несчастной Москве, к этой деревне, по сути. Это же никакой не город был, деревня была, если брать так, сравнить с сегодняшним временем. Каменных зданий почти нет. Народ понимал, что ему конец. Люди, видимо, иначе и покаяться, видимо, не могут. Только когда уже им конец, тогда они начинают выдавливать все покаяние. А так все балуются с Господом Богом в покаяние. Глазки Богу строят. Прости меня, прости меня, а покаяния нету. А когда уже тебя за кадык взяли, тогда уже начинается покаяние. И вот тогда москвичи, 1395 год, они спаслись, икону понесли, они все на коленях в грязи стояли. Дороги не были мощеные. Они еще недавно были не мощеные. Они прямо в грязь стояли, на коленях стояли. Говорят, Матерь Божия, спасай нас, спасай нас, спасай нас. А кто вас спасет, если вам конец уже пришел? И они вымолили спасение, и не раз, а потом еще второй раз, и третий раз. Это постоянно было заступление Божьей Матери. И там должно быть, по идее, там тоже битком набито людьми молящимися, в этом храме Николая в Толмачах. А там их нету. То ли им лень, то ли они не знают, то ли там что-то еще. Так я вас прошу, что вы смотрите, значит, завтра память, надо пойти. Завтра не пойдете, послезавтра пойдите. У всех есть выход в интернет, там везде написано расписание богослужений, когда храм открыт, когда закрыт. Можно пойти и поклониться Божьей Матери. Именно в этой иконе Владимирской. Это значит, сердце Руси. Она когда-то была во Владимире, потом в Москву зашла. Это сердце Руси, перед ней патриархов интронизовали, перед ней возлагали, значит, эти самые шапки Мономаха на царей наших. Она же была на самом почетном месте, в Успенском соборе. Это сердце России, она все видела. Это Мел Гибсон, когда снимал, который ему все благодарны за то, что он снял эту потрясающую ленту, такую полезнейшую, Страсти Христовы, которую может посмотреть самый безбожный человек и не сможет не заплакать. Когда там понятно, кинематографическим языком понятно, что Иисус пострадал невинно за всех людей. Мел Гибсон свою компанию создал, Icon Production, и у него логотипом и визуальным образом своей программой, своей компанией является один глазик с Владимирской Божьей Матери. А наши живут здесь и не знают этого, и не ходят, и не поклонятся, не почитают, не помолятся, не поплачут. Какой-то американец ирландского происхождения, забубенный католик, он в этот глазик посмотрел в эти глаза Божьей Матери и понял, что это нельзя пропустить, это нужно, чтобы все видели, и он взял на себя логотипом, сделал своей кинопродукцией. То есть оно его зашло, ему за сердце взяло, потому что икон там много на самом деле, и таких, и всяких, и в католическом мире много икон там, значит, и Гвадылубская, и Чинстаховская, каких только нету, Астробрамская, а вот эта Владимирская ему в душу запала. А русские не знают об этом. Приезжают в командировки в столицу со всех краев, со всей огромной страны, по магазинам бегают, потом по кабакам сидят. Мне что в храм пойти? Ахайники, нечестивцы, недостойные имени своих отцов. Русские только по языку и паспорту, а по сердцу басурманы. Поэтому восполняйте это. Там, в Толмачах, постоянно должны молиться люди, так же молиться, как молились, когда Русь спасалась от Тамерлана. Преклоняли колени и просили, Божья Матерь, помогай нам. А на кого нам еще надеяться? На Тебя надеемся, и Тобою хвалимся. Твои бои с мы рабы, да не постыдимся. Слышали? Сделайте. Что слышал, то запомни, что понял, то сделай. И Христос тебя не оставит. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok